Мы с тобой закончили на том, что сейчас у вас меняется законодательство. И в этом свете что-то нам хотела сообщить. Я хотела сообщить, очень интересные вещи разворачиваются в плане цензуры. Да, читала. Очень интересные, ты, наверное, читала. Да. Очень интересные. Надо сказать, что все началось в Новой Зеландии. Мы так смотрим на своего младшего брата, как мы его называем, на то, что там делает наша Джасинта. Даже не знаю, как ее назвать, но назовем ее просто «эта женщина». Если она женщина, у тебя нет таких небольших сомнений по этому поводу? Я не знаю, я не видела ее в обнаженном виде, но трудно сказать. Конечно, то, что она делает, трудно ее назвать женщиной, потому что все же женщина мать. Есть интересный один ролик на интернете, где она идет в платье в обтягивающем. Ну и там вот понимаешь вот... Ну да, но это было и про Мишель Убама. Ну, не знаю, мы не будем этого касаться. Букон судья, да. По крайней мере, она выступает в роли женщины, премьер-министра и так далее. И она призвала своих новозеландцев, свой электорак, прямо-таки скажем, который с удовольствием голосует. Но мы не будем вдаваться о том, как происходят выборы, потому что это и так уж всем понятно. Но она призвала их как бы доносить на своих соседей, на своих друзей, на своих родственников, на своих коллег, которые не принимают политику государства, которые высказывают мнение, которое не находится в согласии с тем, что говорит Джасинта. Так вот, вероятно, что наше правительство, смотря на то, что происходит там вот внизу, ближе к Антарктиде, решило сделать то же самое. И не нашло больше ничего более полезного и интересного, как подключить к этому наши органы, а именно отдел по борьбе с терроризмом. То есть даже само, да, даже само такое вот интересный поворот вещей, да, то есть этим как бы занимается, ну я не знаю, у нас раньше КГБ этим занималось, да, а здесь отдел по борьбе с терроризмом. Это означает, что если человек, ну как бы выражает свое мнение в демократической стране, где существует на бумаге свобода слова, и это мнение не совпадает с мнением правительства или с мнением наших средств массовой информации, там, государственных каналов, ABC, SBS, то значит он должен расследоваться антитеррористической организацией. То есть, соответственно, в голове человека создается такая эмоция, да, что ты, как бы, если ты так делаешь и это говоришь, значит ты террорист. Со всеми вытекающими последствиями. И в качестве примеров официально уже заявляются этими людьми, что они будут смотреть на те каналы, которым ты подписан. Они начинают как бы, ага, кто владеет этим каналом, да, кто является его организатором, какую информацию они на этих каналах постят и печатают. Но я думаю, что дойдет и до того, кто лайки на этих каналах делает, да, кто вообще подписан на этот канал. А ты знаешь, сейчас же это все очень в свободном доступе. Всегда можно вычислить, кто твои подписчики, какой у них профиль и предпринять какие-то действия против них. То есть, все это у меня лично вызывает большую озабоченность. И многие говорят, что это ерунда, что это, мол, неприменимо в таком демократическом обществе, как Австралия. Ну вот я только что тебе показала, к сожалению, не видно, потому что белый экран. Конечно, применимо. То есть, я не могу открыть и прочитать. Как происходит блокировка, я не знаю. Это айфон, это телефон компании. Возможно, у нас есть фильтры. Компания американская. Ну, она австралийская, но она как бы глобальная компания. Штаб-квартира в Америке. Возможно, что это происходит через, скажем, те фильтры, которые есть на моем телефоне. Возможно, что это уже происходит благодаря тому, что делается в Австралии с такими телефонами. Может быть, это договоренность с компанией Apple. Я не знаю. Я не занималась этим вопросом, потому что это возникло буквально пару месяцев назад. Но вот эти заявления нашего антитеррористического отделения ЭЗИО вызывают, конечно, у меня большие опасения. То есть, понимаешь, от того, от чего мы уехали в свое время, ну, согласись, то были такие моменты в нашей жизни, ну, я не знаю, как в твоей, в моей жизни в Советском Союзе, от которых мне хотелось освободиться. В силу того, что я была молодой и в силу того, что мне хотелось больше свободы, самовыражения и так далее, посмотреть мир. И по иронии судьбы я пришла в своем возрасте в такую же ситуацию в Австралии, да? То есть, от чего мы, как бы сказать, какая пословица-то, от чего мы убежали, на то и напоролись или что-то в этом духе. Чем боролись, тем на то и напоролись. Я тебе хочу сказать, что вот эти тенденции, они, так сказать, не только возникают в Австралии, они возникают и в России, и в Турции, и во всех других странах. Все идет по одному и тому же сценарию, но с небольшими вариациями. То есть, вот понимаешь, Австралия, вот она вот такая страна. Во-первых, это вот остров, народ никуда оттуда не денется, вот закрыли, да, вот авиаперелет, и все, и делай с вами что хочешь. Мы здесь как-то можем расползаться. Нет, у нас контрольная площадка. Это контрольная площадка, где можно на ограниченном населении, там, 25 миллионов, скажем, да, проводить любой эксперимент. И ты права, это остров, который окружен океаном. Ты знаешь, можно такие площадки где угодно создать. Пожалуйста, посмотри на Китай, на тот же Сингапур, Израиль, как у них проводили эту вакцинацию. Везде, везде все примерно идет по одинаковому сценарию. Единственное, делается, видимо, какие-то вот adjustment, да. Ну, допустим, в России, может быть, не так сильно закручивают гайки, но тоже закручивают, тоже закручивают. Просто мы более такой свободолюбивый, наверное, народ, и они боятся сильно, ну, перегнуть, будем так говорить. А в Австралии народ законопослушный, никогда особенно не видели такого, чтобы вот их активно прижимали. Они такие все расслаблены. А там, she'll be alright, да, как они говорят. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вот это законопослушность, вот эта вера в то, что правительство желает тебе добра, что средства массовой информации говорят тебе правду. Ты понимаешь, некоторые люди, когда я пытаюсь им что-то объяснить, пыталась, скажем так, сейчас я это уже не делаю, говорят, ну, а где вот ты это все прочитала? Я говорю, ну, вы знаете, есть масса платформ, которые не подвергаются такой цензуре, как, скажем, ваш Facebook или что-то другое. Например, Telegram. Круглые глаза смотрят, что, как, а что такое Telegram? Ну, я уже не говорю про Битшу, Трамбл и все остальное. Чувствуется, что зерно не падает в плодородную почву для того, чтобы вырасти во что-то. Ну, австралийцы не привыкли, в основной своей массе не привыкли трудиться головой. У них что? У них главная задача что? Заработать денег, заплатить моргидж, там, карлон и так далее, прийти домой. В холодильнике стоит пак пива, вот тебе телевизор включили, да. Сели, три соседей пожарили и, собственно говоря, все. И так живет масса народа. Но, хочу сказать, вот я так именно думала, что это именно так. Почти без исключений. Но, когда я уже отсюда начала прослеживать разные австралийские группы, ну, по нашей вот этой тематике, я поняла, что нет здравомыслящих людей здесь, в смысле, теперь уже там, тоже достаточно. Я состою, вот этот союз единомышленников, да, состою еще в двух группах австралийских. Я оттуда очень много черпаю интересного материала, ссылок и так далее. Есть народ, который понимает, что происходит. И вот, кстати, вернемся к этому журналисту. Как его зовут еще раз? Ты имеешь в виду тот, кто переехал в Мексико. Макс Иган. Макс Иган. Макс Иган, точно. Какой он умница. Какой он замечательный. Я обожаю его слушать. Очень хорошо делает аналитику всех новостей. Все подробно. Правда, сейчас уже я его как бы немножко стала обгонять, потому что я на Телеграме читаю это все раньше. Но он дает этому какое-то расширенное. Он дает хороший недельный обзор, я согласна, да. Ну вот, хочу еще у тебя спросить. Есть у нас такой в Австралии интересный персонаж. Семен Бойков. Я знала, что ты меня спросишь. Оззи Козак. И его миссис Козак. Что ты думаешь об этих ребятах? Я сразу скажу, что лично я с ними не знакома. Я подписана на его Телеграм-канал. Я с интересом, не только я, по-моему, даже мой сын смотрит там, что с ним происходит. Ты знаешь, у меня противоречивые чувства по отношению к Семену. Значит, давай посмотрим так. Значит, он родился в Австралии, да? Он с трудом выражает себя на русском языке. Нет, нет, нет. У него хороший русский язык достаточно. Я слышала его разговоры на русском. Но неважно. Ну, скажем, с акцентом, да. Но он потянулся. Потянулся тогда, когда Катя за него вышла замуж. А ты знаешь, что она русскоговорящая. И, наверное, это точно так же, как происходит, скажем, с своим ребенком. Приехал сюда в 4 года, он потерял русский язык. Но с приездом бабушки он начал разговаривать. А когда у него появились русскоязычные девушки, то тогда он расцвел. И сейчас и вокабуляр у него увеличился и так далее. Симеон человек крайне неоднозначный. И у меня пока нет определенного мнения по поводу того, что он за фигура. Если ты смотришь на его действия, да, он правдоискатель, да, он активист, да, он блогер, он представитель свободной медии, он участвует в митингах, он собирает группу людей. Если ему надо пойти к российскому посольству с флагами и так далее, выразить протест. Но подчас он любит апатаж. Он любит... Наверное, все же это исходит с высот моего возраста. Я могу сказать, что, конечно, у него большое эго. То есть это человек очень, как бы, сконцентрированный на себе, у него большие ожидания, он хочет чего-то. Но я не знаю, чего он хочет. Но он хочет изменить мир, он хочет изменить его к лучшему. Что за этим стоит, знаешь, мы всегда можем только догадываться. Может быть... Я тоже думаю. Возможно, им кто-то управляет, Наташа, я не знаю. Высокую политику и так далее. Ну, смотрю я его с удовольствием. Он, конечно, он... Он хороший. Он развлекательный. Он очень развлекательный. Эти его постоянные стычки с дорожной полицией меня просто забавляют. Ну, ты понимаешь, иногда хочется юмора. Иногда хочется отключиться от такой, знаешь, борьбы с оружием в руках. И просто посмотреть, как человек, ну, ведет себя в такой ситуации. И последние, там, я не знаю сколько, два года, когда я стала наблюдать за его действиями. Ну, ты помнишь, что он тут у нас попал в тюрьму, он там сидел несколько месяцев в тюрьме за то, что он на одном из митингов назвал имя педофила, которого нельзя было называть. Ну, это какие-то такие особенности юридической системы Австралии, мы не будем туда лезть. Один из законов австралийских – это то, что жертвы насилия не могут называть своего насильника публичным. Да, да. Вот так вот. Это не только в Австралии, это английская система. Мне кажется, это существует и в Америке в определенной степени. Но этот закон ввели не так давно. Этот закон ввели не так давно. То есть это к системе не относится. Это относится уже к тому, что… Ну, якобы защита жертв, ну, я не знаю, как это помогает. Тем не менее. То есть как бы все об этом говорят и все знают, но сказать об этом на митинге, в микрофон… Я думаю, это был хороший предлог для того, чтобы упечь его и там каким-то образом… Он говорил… Я не знаю, правда это или нет. Он говорил о том, что к нему каждый день приходил доктор и уговаривал сделать вакцину, что он отказывался от этого, что он сидел в одиночной камере. Но было тяжело. Это неприятная ситуация. Ну, последний его инцидент. Ты видела, когда он попал на митинг товарищей вот этих украинствующих, да, очень немногочисленный, там их, может быть, 15-20 было. И он подошел как корреспондент, что-то он такое хотел то ли спросить, то ли сказать, но к нему подбежал. И причем подбежал, он стоял наверху, как бы на ступеньках. И вот так вот вверх к нему подбежал человек и хотел ему, ну, как бы вот так вот его, знаешь. А он здоровый мужик, да еще который занимался какими-то там этими борцовскими делами. Он его просто как муху так раз, и тот покатился с лестницы и угомонился там внизу. И, понимаешь, вот это же опять прецедент. Я боюсь, что его опять за превышение, так сказать, самообороны, да? В принципе, да. И тут разговоры о том, что он превысил самооборону. Но еще немаловажный фактор, что этот человек был пожилым, да? Ну, этот пожилой человек тоже прибежал по лестнице, чтобы ему, так сказать, вот лицо свою засунуть. И женщина, помнишь, которая ударила его, ну, получилось по руке, и телефон у него упал, у Семена. Я эту группу людей наблюдаю достаточно давно и достаточно часто, потому что до недавнего времени они проводили регулярные митинги в центре Сиднея, где я работаю. То есть по дороге на работу я лицезрела. Это совершенно неуправляемая группа людей, которые к тому же приводят туда своих детей. И, ну, наверное, ты видела какие-то кадры, то вначале дети держали плакат с матом, посылая Путина президента, в общем-то, закон президента другой страны куда-то. То есть в какой-то другой любой стране это, наверное, вызвало бы какой-то интерес полиции, правильно? То есть на русском это язык или на английском это неважно. Это как бы не то поведение, которое может показывать ребенок в общественном месте. Ну, это все, так сказать, с потакания родителей было. Группа неоднозначная. Там есть и молодые, и пожилые. Там есть одна моя приятельница, бывшая приятельница. Она как бы выступает в роли, мне кажется, даже фотографа. То есть до того, я отключилась сейчас от этого Фейсбука, потому что мне просто неприятно это смотреть, но было очень много фотографий, выложенных, вот то, что делает эта группа, как они ходят по городу, как они кричат. А кричат они следующие лозунги, которые я слышала сама. All the weapons for Ukraine. Russia is a terror state. Что переводится как Россия, террористическое государство. Это как бы, я не знаю, кому они это говорили, людям, бизнесменам, которые работают в сети. Они просто ходят по городу и орут. Знаешь, некоторым людям просто некуда деть свое время, и они считают, что... Ну, мне очень было как-то странно, что в эту группу попала моя приятельница, которая не является украинкой, которая сама приехала сюда то ли из Москвы, то ли из Санкт-Петербурга, дочь военного. То есть как-то мне это было очень странно. И я в очень такой спокойной манере поначалу пыталась понять ее позицию. То есть почему она решила вот именно таким образом не на кухне, там где-то не на диване, в гостиной, а вот на улице с этими украинскими людьми. Хотя, наверное, там есть и россияне. А может быть и люди, которые родились в Советском Союзе. Когда-то был один народ и одна страна. Почему она приняла такую позицию? Но, опять же-таки, ничего не получилось. Ничего не получилось. Я думаю, что в Австралии живет очень много русскоговорящих, ненавидящих Россию. Вот я 23 года, я столкнулась с этим явлением. Почему мне очень сложно было находить каких-то, знаешь, близких друзей и так далее? Потому что они просто ненавидели Россию. Кто-то ненавидит Россию, кто-то ненавидит президента, кто-то ненавидит, я не знаю, наверное, трудно ненавидеть Россию в целом, искусственную культуру народа. Ненавидеть страну – это разные вещи, абсолютно разные вещи для меня. Еще вот хотела у тебя спросить, вот насколько я читала, видела и так далее, самые кошмарные кошмары у вас творились в штате Виктория, в Мельбурне конкретно. То есть самый длинный в мире локдаун, самые ограничения и так далее. И вот там вот этот товарищ Дэнни Эндрюс. И его, по-моему, опять переизбрали. Да. Это как? Против него, по-моему, орали все, кто за и кто против прививок и так далее. Как так получилось, что этот товарищ опять правит этим штатом? Ну, ты понимаешь, Наталья, я тоже над этим думала, размышляла. Здесь есть несколько сторон этой проблемы. В Австралии, ты, наверное, знаешь и помнишь, ты сама голосовать ходила. Очень интересная система выборов. Она совершенно не похожа на то, что существует в некоторых других частях. У нас же нет президента, у нас как бы королева, а теперь уж и король является главой государства. Мы как бы конституция монархии. И мы голосуем за партию. Мы не голосуем за того, кто будет возглавлять. И партия решает, кто возглавит в этом штате или на федеральном уровне партию, если она выиграла выборы. Но, вероятно, лейбористы пользуются популярностью Виктории, я ничего не могу сказать. Хотя я не исключаю того момента, что выборы были подтасованы. Сейчас это практика абсолютно очень сильно распространенная. Мне кажется, ни одна страна, которая участвует в этом шоу глобалистов, не является исключением. Как мы видим в Америке, так это уже даже выносится на уровень федерального суда. И там люди ничего не могут доказать. Хотя у них есть свидетельство того, что в бюллетенях. И как эти голоса подсчитаны. Но там еще такой есть трюк, что ты не просто голосуешь за партию. Это как бы две партии основных. И не может быть никакой третьей. То есть все эти голоса, подсчет голосов такой специально запутанный, чтобы нормальный человек, вот я считаю так, нормальный человек не мог в этом вообще разобраться. То есть кто-то присоединяет к себе кого-то. Там зеленые присоединяются к лейбористам. И, соответственно, это дает им большие цифры и так далее. То есть я не думаю, что люди, которые живут в Виктории, были довольны того, что с ними происходит. Хотя такие люди есть. Я уверена, что какая-то часть населения. И я слышала этих людей напрямую. Они говорят, а что, он все правильно сделал. Он спас Викторию от ковида, закрыв штат и всех посадив в локдаун. Это был самый длинный локдаун в мире. Но я не буду говорить про Китай, потому что там вообще непонятно, что творится. Были такие мнения. Люди отказывались верить, что молодежь кончалась самоубийством, что у людей была депрессия, что у людей были проблемы с психическим здоровьем. То есть это все отметалось и отвергалось во имя того, что мы спасали людей от заражения ковидом. Хотя в других, в общем-то, штатах или в других странах практика показала, что это было делать совсем не обязательно. Ну вот опять у нас как бы Виктория, впереди планеты все. Я думаю, что это эксперимент. Если взять Австралию как такая площадка для контролируемого эксперимента, то, наверное, вот на этой площадке штат был выбран как штат Виктория. В силу ряда причин. Хотя я хочу сказать, что у нас есть офис Виктории, у меня коллеги, очень многие друзья живут в Виктории. У меня живут друзья в Куинсленде. Там тоже не легче. Там тоже не легче. Но я не могу сказать, что... Я считаю, что нам в Сидне, в Новом Южном Уэльсе очень повезло. Относительно, конечно, опять же таки. В силу того, что у нас не было вот таких жестких мер в плане локдауна. И мы тоже посидели в локдауне какое-то время. Наверное, так же, как и во всем остальном мире. И у тебя тоже в твоей стране. Но, конечно, до такого маразма и такой психопатии, которая существовала в Виктории, не было. Хотя Западная Австралия, Южная Австралия тоже очень сильно пострадали в связи с этим. И еще вот такой вот вопрос. Значит, когда вот это происходило все в Мельбурне, в Виктории, люди сидели по домам. Я читала в группах, что якобы вот они следили за... Есть такая application Flight Radar. И что в это время активно летали самолеты между Мельбурном и Китаем. И якобы привозили вот это все оборудование для прослеживания и так далее. Surveillance. Вот этот equipment. Что вот сейчас происходит с точки зрения цифрового контроля? Насколько это уже у вас внедрено и будет внедряться? Что по этому поводу? Ну, я не могу подтвердить и не могу опровергнуть эти слухи. Я тоже о них читала. Я тоже смотрела репортажи. Но в силу того, что я не живу в Виктории, и у меня нет людей надежных, которые могли бы это подтвердить, я не буду на эту тему распространяться. Surveillance, да. Ну, что я могу сказать? Австралия, как ты... Ты знаешь, ты прожила здесь большую часть, наверное, своей жизни. Здесь все дела делаются очень медленно. Ну, что, наверное, соответствует русскому характеру, да? Мы там долго запрягаем, быстро едем. В Австралии запрягают еще дольше. Сейчас Москва настолько стала продвинутая, что я когда приеду, я просто рот открыла, все как-то вот, ты понимаешь, ну, настолько advanced, то есть продвинутая по сравнению с Сиднием, я просто обалдела. Мне время занимало вообще свое, как бы, ну, понять, как это, что это, я там... Для меня было даже удивительно. Знаешь, вот открываешь телефон, открываешь, и пишет, и тебе, пожалуйста, какие автобусы вот сейчас подойдут к этой остановке, какой там в 15 минутах, какой здесь... То есть вот такого я вообще не видел. Все везде понятно, все везде написано, не так, как в Сиднии, на нашей вот этой железной дороге, где там надо знать, чтобы куда-то доехать. В Москве это все, причем на двух языках, это все... Ну, и в тех же МФЦ-центрах, где делаются вот эти все документы, где все нужно... Придешь все в одном. Вот села, подошла к консультанту, сказала, мне нужно сделать то-то, то-то. Она тебя уже направит во все окошки. То есть очень удобно. Ну, кроме того, что это, конечно, плохо с точки зрения, что мы все теперь прослеживаемся, кажется, в нашем ракане. Но, с другой стороны, со стороны пользователя, это очень удобно. Но уже немного... Это удобно. Да, это удобно. Далековато, далековато. Я согласна. FacePay, то есть оплата лицом, и отпечатки пальцев где-то идут, и так далее, и так далее. То есть это уже пошло, знаешь, вот такое конкретное прослеживание каждого человека. В этом отношении Австралия как? Впереди планеты всей, или таки отстает маленько еще пока? Ну, в Москве, я, надо сказать, не была 20 лет, поэтому я полностью полагаюсь на твое мнение. Мне кажется, что в Австралии ничего не изменилось за те 26 лет, которые я здесь проживаю. Конечно, нехорошо будет назвать Австралию большой аграрной страной, но, наверное, так оно и есть, Наташа, в плане каких-то подвижек. Ну, что грехотаять. Вот мы, NBN, у нас вот эта вот система, новые мобильные связи, сколько туда было вгрохано миллиардов долларов, авосы поныне там. То есть как бы не у всех есть еще быстрый интернет. Хотя в мире от того проекта, который у нас был 10 лет назад, люди шагнули уже в другое измерение. То есть, понимаешь? И, наверное, это хорошо. Вот мой муж всегда говорит, молись Богу, что ты живешь в Австралии, а не где-нибудь, знаешь, в стране Европы, в Китае или в Америке. Здесь, пока дело дойдет от идеи до реализации, закончится не одна человеческая жизнь. Ну, может быть, это, конечно, преувеличение, но отчасти он прав. Отчасти он прав, потому что... Вот я приведу тебе пример. Два года назад во время локдаунов мы переехали... Это пандемия, скажем так, не локдаунов. Мы переехали на новую квартиру. Поближе к сети. Идея такая, жить рядом с сети, пешком ходить на работу. Я не могу носить маску в транспорте, поэтому я с удовольствием либо полагаюсь на мужа, который меня довезет, либо иду пешком, что прекрасно. Я двигаюсь и дышу. Когда мы сюда приехали, у меня... И еще в том месте, где мы жили раньше, тоже, в принципе, недалеко, но не совсем так близко к сети, как сейчас. Сейчас напротив наших апартаментов, нашего дома стоял Aldi. Ты знаешь, это немецкая такая сеть таких дешевых продуктовых магазинов, относительно дешевых продуктовых магазинов. В Австралии нет ничего дешевого, все только относительно чего-то еще, относительно более дорогого. И там на крыше возвели несколько блоков, просто целые такие кластеры систем мобильной связи. То есть это было сначала... Мы уже умеем их различать, ты же знаешь, 4G от 5G очень сильно отличается по формату, по размеру и так далее. И тогда я поняла, что это влияет на мое здоровье, это влияет на мой сон, это влияет на мое настроение, это влияет на мою утомляемость, это влияет на мою работоспособность, концентрацию. То есть вот такие вещи, которые как бы влияют на то, как ты себя чувствуешь, когда ты находишься в непосредственной близости. А спальня нашей предыдущей квартиры как раз выходила на крышу этого Aldi с этими монстрами на крыше. Вот два года назад мы переехали сюда. Причем мой муж как физик, знаешь, по образованию занимался этой темой, и мы себе купили EMF, как это сказать, электромагнитное излучение, прибор, который измеряет электромагнитное излучение. Он носился с ней несколько месяцев, как с игрушкой. Он мерил все. Меня рядом с мобильным телефоном, меня в два метра от телефона. Проверил все комнаты в доме, рядом с компьютером, рядом с вот этим музыкальным прибором. На улице проверял, в каких-то частях города, там, где... Ну, в основном везде зашкаливает, надо сказать. Но интересный факт. Значит, когда мы сюда приехали, на соседнем доме стояла вышка с блоками 4G и 5G. Мне дали новый телефон, поскольку это телефон рабочий, и он 5G-енabled, то есть он может принимать сигнал 5G. Хотя я сразу же перевела его на 4G, как и было раньше на моем телефоне, потому что я не хочу участвовать в этом 5G. Хотя я думаю, что 4G тоже имеет свои проблемы со здоровьем. Но что самое интересное, сигнал был очень слабый. Мы стали дальше инвестигировать... В спальне у нас есть специальные блокировки, которые мы вставляем в розетку. В Австралии много умельцев. Я даже думаю, что они какого-то русского происхождения. Здесь очень много медальонов, очень много таких, знаешь, покрышек для мобильного телефона, которые как бы ослабляют этот сигнал. И это действительно работает. Так вот этот прибор показал, что вот с этим блокировочным устройством в нашей спальне у нас нет фона радиационного, что в принципе очень приятно. Я не могу сказать, что я чувствую себя гораздо лучше, но тем не менее это дает душевное спокойствие, что да, ты, по крайней мере, когда ты спишь, ты не подвергаешься влиянию этой радиации. Потом мы стали изучать структуру дома. Это бывший цех печатания газет Мёрдока, компания Ньюскорб, которая в 2000 году была переоборудована, как бы, знаешь, у нас модное слово warehouse conversion. То есть из этого цеха сделали апартамент, блок апартаментов. И ты же знаешь, когда струили цех, стены-то оставили, а они из очень плотного бетона, который вообще, по-моему, непробиваемый. То есть во время локдауна я не могла работать из дома, потому что интернетный сигнал был такой слабый, что у меня постоянно отключался зум, у меня постоянно были проблемы со своим VPN, то есть мне очень трудно было работать с Wi-Fi. Но когда я выходила на балкон, вот в прямой видимости этих вышек 5G, сигнал был гораздо лучше. Так что ты думаешь? Я не знаю, с чем это связано, и как к этому относиться, но в течение последних месяцев всю эту структуру убрали с соседнего дома. Она теперь не находится в прямой видимости моего балкона, и сигнал по-прежнему слабый, может быть, даже иногда, когда подключается у нас очень много... Такая, знаешь... Ну, Саре-Хиллс, ты помнишь этот район, он такой достаточно многонациональный. Здесь живет очень много иммигрантов. Здесь есть студенты, здесь молодые семьи. Поскольку нет рядом школ, как бы люди, которые работают... Профессионалы молодые, которые работают в сети. И интересно, когда они все сидят дома, а люди предпочитают выгнать австралийцев назад на работу, Наташ, невозможно. Этого не будет никогда. Моя компания уже борется с тем, чтобы люди приходили два раза в неделю. Не приходят. И приходят. То есть они все сидят дома. Они пользуются вот этим вот широкополосной связью. И, естественно, что не хватает на всех, поскольку технически австралий находится в прошлом веке еще пока. Ничего не изменилось за эти годы. Но как объяснить вот передвижение вот этих блоков от прямой видимости куда-то еще, я объяснить не могу. Опять же таки, во время локдаунов были возведены вышки 5G. Особенно в таких, знаешь, густонаселенных районах, там, где очень такие блоки, блоки, блоки квартирные. На шоссе, по дороге в аэропорт, например. И в основном это, как это ни странно, в Западном Сиднея. Не в восточном Сиднея, там, где живут более такие. Более дорогие районы. Более дорогие районы, более дорогие дома и так далее. И больше домов, чем квартир. Опять же таки, их возникновение, ну, они как грибы после дождя выросли просто, пока мы сидели в блокдауне. Все это было сделано очень быстро. Дороги все перерыли, остановки все закрыли. Что они сейчас делают? Я думаю, что это установление вот этих систем наружного наблюдения на автобусных остановках. Потому что остановки убрали, скамейки убрали, убрали вот эти вот, знаешь, такие от дождя, ну, как бы, я не знаю, как это называется, небольшие навесы, где можно было спрятаться от дождя. Это все убрано. Значит, сейчас открытое место со столбом. Пока на нем стоит фонарь. Но я думаю, что на него навесят определенные приборы. И это будет... Виктория – это уже везде. Есть масса фильмов выложенных, когда вот один блогер, он идет по улице, через каждые 100 метров, он видит вот эти вот вышки слежения, которые смотрят на твое лицо, которые... Но пока он говорит, что если одеть темные очки и шляпу, то, может быть, тебе повезет. Хотя, судя по тому, что... Я, например, сменила на своем новом телефоне такой код, который я набираю пальцем, да, на, как бы, лицо. Face recognition, да. Face recognition, да. И надо сказать, что поначалу... Ну, ты знаешь, женщина, когда утром встает, она не выглядит так, как когда она идет на работу. И мой телефон был несколько смущен. Или когда я, например... Он потом привык... Потом привыкает. В том-то и дело. Все твои возможные виды. То есть, оказывается, рисуется сетка, которая потом накладывается на новый вот этот вот формат лица, который может быть в темных очках или в шляпе. И сейчас у меня проблем с телефоном нет. Вот мы отдыхали, я была в шляпе, там было солнце, очки. Все нормально. Признает меня как владельцу телефона. Я уже даже думала, как можно скрываться от этих камер, чтобы нас по лицу, так сказать, не узнавали. Ну, например, можно использовать какую-нибудь, знаешь, прозрачную вот эту вот ленту такую, клейкую. Ну, как-то растягивать, допустим, лицо, деформировать его как-то, чтобы он не подходил по тому. Да, я думаю, да. Значит, в Китае уже людей различают по телу, по их походке. А вот уже походку, ну, если тело еще можно как-то, но его как-то изменить, то походку ты не изменишь никак. Это сложно. Ну, короче, у вас потихоньку все-таки выстраивают Китай. Я думаю, будут скоро по запаху людей различать, по их температуре. Например, вот в Сингапурском порту, ты знаешь, мы недавно прилетели с каникул, при посадке в самолет и при высадке из самолета стоят такие интересные камеры. Но они говорят, это камера, которая меряет температуру тела. То есть, ты понимаешь, технология дошла до такого уровня, что идет толпа, и из этой толпы выбирают, наверное, какими-то фотоэлементами людей, у которых может быть повышенная температура. Я не знаю, как может быть неповышенная температура, когда ты летишь там, я не знаю, из Австралии 8 часов в эконом-гласть. В маске. В маске при этом, Наташа. В маске там. Что произошло вот за последние, скажем, вот эти 2-3 года? Что произошло с ценами на продукты? Да, интересная тема. Цены на продукты. Ну, поначалу, как ты помнишь, нам всех пугали, что у нас начнется голод, что надо закупать продукты. Мой муж, будучи семьянином и разумным россиянином, переехав в новую квартиру, мы сделали европейский ремонт. И некоторые секции наших шкафов, у нас теперь впервые в жизни больше вот этих шкафчиков, тем вещей, в которых их можно положить. Целая секция, которая была начально отведена под коллекцию моих туфелек и моих сумочек, была занята продуктами питания впрок. У меня тоже такое есть. У меня есть тауна в квартире, понимаешь, моя личная, персональная, такую, которую можно войти. Ты ее забила продуктами. И я ее забила продуктами и даже запасами воды. Потому что, думаю, на 12-м этаже, ну вот сейчас, предположим, раз, отключили воду и электричество. Но не набегаешься. Поэтому я там, знаешь, запасы такие сделала. Думаю, лучше пусть они пропадут, чем у меня их не будет. Я с тобой совершенно согласна. И меня удивляет, как некоторые люди вот к этому относятся с как бы с таким долей сарказма и смеха, типа того, что ну ладно тебе, а что с Кулсом и там с Вулверсом случится, или с Алди. С ними-то ничего не случится. Случится с продуктами, которые там продаются. Мы тоже, ну, воду мы как бы давно уже из-под крана не пьем, чтобы, так сказать, не травиться. Перефильтры стоят, поэтому нормально. Перефильтры. Но, опять же-таки, ты только что сказал, что воду могут отключить, и это уже, как, видимо, происходит в некоторых частях света. Поэтому у нас 15-литровые канистры стоят там вот в гараже, в нашем этом самом бояхаусе. Вот. И продукты. Но как бы продуктов не стало меньше. То есть выбор продуктов поддерживается постоянный. Ну, Австралия – благодатная страна. Климат все же позволяет выращивать местные фрукты, овощи и так далее. Теперь у нас другая проблема, что эти вот продукты, которые мы запаслись, они вроде бы долгоиграющие, но все равно у них есть срок годности. То есть как бы мы теперь должны их есть, чтобы хранилище новые продукты загрузить. Но, значит, в силу того, что вот в связи с пандемией, причем я говорю, что это очень интересный пандемия, интересный вообще такой период времени, мы полностью отказались от мяса. В силу многих причин. В силу вот того, что об этом пишут, в силу от того, что в Австралии принят закон о вакцинировании крупного рогатого скота. В плане того, что мы не знаем, что происходит с этим продуктом, пока ты этот стейк не положишь себе на тарелку. Поэтому мы все еще едим рыбу, выловленную такую живую, не с фермы, а выловленную из океана. И в основном налегаем на овощи и фрукты. Практически отказались от супермаркетов. То есть у нас, я считаю, что нам просто очень повезло, вот в этом новом районе, где мы живем, приблизительно, я не знаю, можно пешком дойти, но на машине там 10 минут. Есть колхозный рынок органических продуктов, которые либо сертифицированы как органика, либо просто выращены без химикатов. И мы с этими людьми установили очень хорошие дружеские отношения. Мы даже иногда пробуем бартер. Ну, ты знаешь, муж мой занимается чаем, как бы у нас много чайной продукции, чай любят все. И мы живем за счет того, что мы раз в неделю ходим на этот рынок, запасаемся вот свежими продуктами. Зеленью, овощами, фруктами, грибами. То есть мы потребляем достаточное количество белков, но они не животного происхождения. Ну и рыба, конечно, рыба, которая... У нас тоже есть свой рыбный человек, на который можно положиться. То есть это человек, который тебе скажет, что свежее, что хорошее и так далее. Цены. Цены растут. Цены растут. Да, но я не знаю. Ты понимаешь, ты же знаешь, что у меня есть родственники, которые живут в Нидерландах, но там совсем плохо. То есть там совсем плохо. Там... Я знаю, что в Турции тоже серьезная инфляция. В Нидерландах серьезная инфляция, доходящая до того, что продукты стоят намного дороже. Сейчас у них большие проблемы с коммунальными услугами, и газовый обогрев дома стоит очень-очень дорого. И моя двоюродная сестра вынуждена топить печку. Ну, она выглядит, прислала мне фотографии, выглядит как буржуйка, дровами. И она говорит, что... Можешь себе представить, я просыпаюсь утром, температура внутри дома плюс 14, поэтому я хожу в твоих Акбудс. Знаешь, это австралийское изобретение. Да, да. Я такие все-таки... Да. Чтобы не замерзнуть, потому что иначе невозможно. Ну, вот так вот. И цены у них, конечно, на продукты питания здорово выросли. Пока нет такой явной нехватки продуктов, но продукты дороже. В Австралии, да, дороже, но не настолько, не так драматично, как в некоторых других странах. То есть пока вот мы живем этим рынком, мы живем этой своей водой родниковой из Blue Mountains. И как бы чем больше ты пытаешься оторваться вот от этой системы, связанной с супермаркетами, тем, мне кажется, лучше для твоего здоровья, для твоего кошелька и для всего остального. Потому что у них больше власти манипулировать вот этими ценами, чем, скажем, у фермеров, которые выращивают свои продукты, они просто заинтересованы их продать. И если ты придешь к концу, там в час заканчивается у них, я не помню, в два, этот торговый день, то они могут тебе даже бесплатно отдать продукты, которые они не успели продать. И люди действительно очень хорошие. Я уважаю этих людей, которые действительно кормят страну, которые работают. Это тяжелейший труд вырастить что-то в Австралии. Ты знаешь, с этой непредсказуемой погодой, с этими засухами, с этими потопами, с этим солнцем, с этим холодом. Для меня это люди, которых я просто поклоняюсь им, поскольку они для меня сейчас... Я не знаю, что бы я делала без них. Вот так. Цены на жилье. Интересное. Ну, ты знаешь, в Австралии безумные цены всегда были на жилье. Я считаю, что это была намеренная политика, которая существовала на протяжении еще многих лет. Процент по ипотеке растет, и очень сильно, практически каждый месяц. Сколько сейчас? На четверть процента. Надо спросить. Я, к сожалению, не занимаюсь финансовыми проблемами, занимается муж, у меня много других проблем. Но людям очень трудно. Людям очень трудно выплачивать ипотеку, поскольку... Ну да, не был маленький процент. Тут суммы-то огромные. Я имею в виду, жилье стоит огромных денег. Даже маленький процент, пусть он там 5 процентов, это все равно значительная часть любой семьи дохода. Да. Ты знаешь, у меня подруга живет в Америке, с которой мы вместе учились в университете. Она живет в штате Нью-Джойзи, то есть недалеко от Нью-Йорка. очень сильно изменилась ситуация. То есть она говорит, что она работает столько же и получает столько же, но практически вся зарплата сейчас уходит на бензин, поскольку в Америке ты не можешь пользоваться. Его просто не существует. В том штате, в котором она живет, и в том городе нет публичного транспорта. вся ее зарплата уходит на покрытие счетов, по электричеству. Слава богу, газа у нее нет. Машина и страховки. Масса всяких страховок, включая медицинскую, страховку на машину и так далее, и тому подобное. То есть у людей не остается практически свободных денег для того, чтобы заниматься чем-то, хобби. Я не знаю, пойти в кино, например, пойти в ресторан, еле-еле хватает для того, чтобы прокормить себя. И в такой, как бы мы всегда считали, высокоразвитой, благополучной стране, у нас, слава богу, до этого еще не дошло массово. Но она говорит, что люди, с которыми она работает, люди, на которых она работает, все пользуются продуктовыми карточками. Половина населения страны живет на дотациях, на продукты. Свет, у меня сейчас вышел как бы нотис, как сказать. Даже по-русски не знаю, как сказать. На экране высветилось, что у меня заканчивается батарейка. А, окей. Да, к сожалению, нам придется расстаться. Но, ты знаешь, мне очень интересно с тобой беседовать. Я думаю, что моим зрителям тоже это очень интересно. Вот, знаешь, информация из первых рук прямо оттуда. Спасибо тебе огромное за уделенное время. И, если возможно, я была бы рада встретиться еще раз и еще раз, потому что есть много-много тем, которые хочется обсудить, о чем мне хочется послушать. Уже после трех с половиной лет понимаешь проживание вне страны, какие изменения идут и так далее. С удовольствием, Наташа. Ты знаешь, мне тоже очень приятно. Спасибо тебе большое за организацию такой замечательной встречи. Всего тебе наилучшего в монтаже этой программы. С большим удовольствием сделаем это еще раз. Я могу пригласить также своего мужа. У него тоже интересный свой взгляд на вещи, очень философский, очень такой духовно продвинутый. Так что он с удовольствием примет участие в следующей программе.